Всем привет! Сегодня будем готовить рогалики. Вкусная выпечка к чаю готовится все просто и быстро. Для приготовления нам понадобятся следующие ингредиенты. Это одно яйцо, кефир, разрыхлитель, щепотка соли, сливочное масло, растительное масло, сахар, пол чайной ложечки соды, мука и пакетик ванильного сахара. Ваниль добавляйте по желанию, если не любите, то можно не добавлять. Вместо ванили можно также добавить цедру апельсина или корицу. Вместо кефира можно добавить сметану или йогурт. Кефир должен быть комнатной температуры. Если вы его достали из холодильника, то можно его поставить буквально на 15 секунд в микроволновую печь. Полное количество ингредиентов, как всегда, вы найдете в описании под видео. Замешаем тесто. Сначала в кефире погашу соду. Беру пол чайной ложечки, добавляю. Вот видно, пошли пузырики, реакция произошла. В емкости смешиваю одно яйцо, сахар, пакетик ванильного сахара, растопленное и остывшее сливочное масло и растительное масло. Можно добавить просто растительное или сливочное масло. Я в этот раз делаю 50 на 50. У меня 50 грамм сливочного масла и 50 миллилитров растительного. Добавляю кефир. Все перемешиваю. В муку добавляю 1 полную чайную ложечку разрыхлителя. Щепотку соли. Немного перемешиваю. И буду просеивать муку в ранее замешанную массу. Сначала просею 300 грамм муки. И потом, если нужно, можно добавить еще 50 грамм. Сначала перемешаю все венчиком. Вот я вижу, что муки еще недостаточно. Просеиваю еще 50 грамм. В конце я вам укажу полное количество муки, которое мне понадобилось. Руки для удобства немного сбрызгиваю растительным маслом. Припыляю стол мукой. Выкладываю тесто на стол. И буду вымешивать руками. Долго вымешивать это тесто не нужно. Когда все соберется в комочек, то все. Тесто готово. Посмотрите, оно должно получиться эластичным и мягким. В общей сложности у меня ушло 350 грамм муки. И немножко я присыпала стол. Посмотрите, какое красивое. Тесто собираю в колбаску. И разделю колбаску на три равные части. Можно даже взвесить. Каждый кусочек у меня получился по 250 грамм. Два кусочка теста уберу в холодильник. И пока буду раскатывать первый кусочек. Для начинки я буду использовать густое вишневое варенье. Если варенье у вас жидкое, то жидкость предварительно нужно удалить. Либо используйте джем или повидло. И также у меня будут рогалики с сахаром. С коричневым сахаром. Стол немного присыпаю мукой. Беру кусочек теста. И буду раскатывать тесто в круг диаметром примерно 25 см. И толщиной 2-3 мм. Если круг у вас получился немного неровным, то с помощью тарелки можно все это подровнять. Лишнюю часть теста убираем. И потом тоже ее будем раскатывать. Выкидывать мы ее не будем. Ее тоже можно будет раскатать и сделать рогарик. Круг разделю на сегменты. Сначала на 4 части. И затем еще каждую часть на 2 части. На 8 частей. На каждую часть вкладываю 1 чайную ложечку варенья. Можно использовать любое варенье, шоколад. Сахар. Вот как я. У меня будет коричневый сахар. Можно обычно белый сахар тоже присыпать. Рогарики это печенье. И в него не обязательно ложить начинку. Но с начинкой, конечно, получается намного вкуснее. Так, начинку мы выложили. И сейчас будем формировать рогарики. Начинку немного вот так защипляю буквально немножко, чтобы она не вытекала у нас. Вот так немного прижимаю тесто в этом месте и скручиваю в такой, как бы, в рулетик. И выкладываю на подготовленный противень. Я предварительно выстелила противень пергаментной бумагой. Духовку поставила разогреваться на 180 градусов. И продолжаем. Немного защипляем и скручиваем. Вот такой рогаличек. Смотрите, какая красота. И раскатываю следующий кусочек теста. И в этот раз у меня уже будут рогалики сахарные. С сахаром. С коричневым сахаром. Высыпаем на поверхность стола немного коричневого сахара. Сверху выкладываем кусочек теста. Раскатываю пласт теста прямо на сахаре. Пласт теста нарезаю на сегменты, на 8 частей. И сворачиваю. Уже без начинки в этот раз. Вот так. Ребенок не очень любит выпечку с начинкой, поэтому для него я делаю с сахаром и остальные с начинкой. Или, например, когда некогда, тоже можно сделать быстренько с сахаром без начинки. Получится тоже очень вкусно. С болтаным яйцом не забываем смазать рогалики. Отправляю выпекаться рогалики в духовку, разогретую до 180 градусов на 20-25 минут. Выпекаем до румяности. И отправляю взбекаться в следующий противень. Рогалики, которые мы делали с сахаром, смазывать яйцом не нужно. Рогалик и так получится немножечко вот такой карамелизированный за счет сахара. И если вы добавите яйцо, то получится такая карамель. Все расплавится и все, ничего не получится. Поэтому учитывайте обязательно этот момент. С начинкой смазываем яйцом и с сахаром смазывать яйцом не нужно. Очень вам рекомендую приготовить такие рогалики. Получается очень-очень вкусно. Отличная выпечка к чаю. Если рецепт вам понравился, не забудьте подписаться на мой канал. Ставьте лайки, пишите мне ваши отзывы и комментарии. Всем желаю приятного аппетита и до новых встреч! С вами была Виктория. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok